Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы вновь продолжаем цикл передач «Открытая Церковь» совместно с Хором Духовенства Санкт-Петербургской Метрополии и Православным Телеканалом «Союз». И сегодня мы продолжим знакомиться с духовным наследием игумена Никона Воробьева, а именно с очень важной темой, которая является сердцевиной его писем и звучит так – духовное руководство. Каждый человек, который рождается в этом мире, всегда проходит путь научения, путь возрастания. И, естественно, на этом пути у каждого человека есть наставники, то есть те руководители, которые направляют его жизнь к определенной цели, помогая человеку и подсказывая ему, как он должен жить, чтобы избегать каких-то проблем, трудностей, препятствий, и как можно лучше и быстрее достигать жизненных целей. И, конечно, первыми руководителями каждого человека являются его родители, которые переживают, волнуются, оберегают своего ребенка. Впоследствии, когда ребенок подрастает, следующим руководителем в его жизни становится школьный педагог, учитель. И впоследствии в жизни эта преемственность продолжается. И, конечно, когда человек в своей жизни, к примеру, заболевает, он всегда старается обратиться к тому врачу, который наиболее опытный, наиболее знающий свое дело. Или если человек хочет оформить документы, он старается обратиться в надежный центр документов, и к тем людям, которые действительно являются профессионалами в данной теме, в данном разделе. То же самое мы можем наблюдать в духовной жизни. Со времен Господа Иисуса Христа постоянно передается преемственность, учительство, священство. И Слово Божие уже многие века звучит, проповедуется и призывает людей к покаянию, приближению к Богу. И когда мы открываем с вами письма Игумена Никона Воробьева, то всегда чувствуем в каждом его слове стремление донести до нас эту истину Слова Божьего. Чтобы покаяние действительно коснулось наших сердец, и мы постепенно шли к Богу. Что касается данной темы, духовное руководство, то Игумен Никон прежде всего подчеркивает важность руководства в нашей христианской жизни. И, как мы знаем, на приходе священнослужители стараются наставлять людей, просвещать людей, проповедовать, чтобы люди, слыша Слово Божие из уст священнослужителей, строили свою жизнь по тем заповедям, о которых нам говорит Евангелие и Господь наш Иисус Христос. Но, к сожалению, еще во время Игумена Никона Воробьева, как он сам указывает в письмах, не было тех духоносных наставников, о которых мы с вами можем читать в житиях святых, в повествованиях о жизни подвижников. И сам Игумен Никон указывает в письмах на то, что в наше время и последующее остается верующим христианам только один путь. Какой? Это путь духовного совета. То есть, другими словами, человек, который искренне стремится к Богу, который хочет свою жизнь построить по тому учению, о котором говорит Господь Иисус Христос, он должен постараться, насколько это возможно, найти единомысленного ему человека в православной вере, человека, действительно живущего или стремящегося жить по заповедям и советоваться с этим человеком. Чаще всего это происходит следующим образом. Христианин обращается к священнику, который вызывает доверие, симпатию, и старается с этим священником советоваться, исповедоваться у него, и в различных нуждах и вопросах пытаться найти ответ у этого священника. Поэтому совет – это действительно очень важное служение, которое в наше время мы должны всячески использовать, чтобы идти правильным путем духовной жизни. Но Игумен Никон нас предостерегает. Он говорит, что несмотря на то, что человек спрашивает совет у кого-либо, он все равно должен сверять этот совет с учением Церкви, с учением святых отцов и сопоставлять этот совет со Словом Божиим. Другими словами, каждый из нас призван не просто слепо строить свою христианскую жизнь, а постепенно изучать то наследие, которое нам оставила Церковь, ту мудрость, которую Господь сообщил своим ученикам. И, как говорит Игумен Никон Воробьев, в наше время совершенно невозможно полное послушание, как это было в Древней Церкви. Поэтому сейчас каждый верующий христианин должен ощутить полноту ответственности за свою жизнь, за спасение своей души и с помощью молитвы, с помощью просвещения, обращения за советом строить свою жизнь по заповедям Евангелия. Как пример мудрой духовной жизни Игумен Никон приводит жизнь преподобного Антония Великого и делает акцент на том, что Антоний Великий, когда решил стать монахом, уйти из мира, он постоянно обращался с назиданием к разным подвижникам. И, обходя этих подвижников, пытался у каждого научиться самому лучшему, что тот имел в опыте своей христианской жизни. И поэтому и мы с вами тоже должны стараться наблюдать за окружающими нас людьми, присматриваться к жизни христианской. И если Господь открывает нам определенные успехи, какие-то дары, которые кто-то вокруг нас имеет в своей жизни духовной, то с молитвой должны стараться учиться у этих людей. Как вот говорится нам в Писании, с преподобным преподобен будешь и, состроптивым развратишься. Иегумен Никон Воробьев считает, что из-за отсутствия настоящих духоносных наставников в современное время Господь вынужден сам вести каждого человека своим промыслом ко спасению. И этот промысел, конечно, всегда желает человеку блага, но, к сожалению, сам человек не всегда способен это увидеть, не всегда способен принять правильное решение в какой-то конкретной ситуации, которую Господь ставит перед ним в его жизни. Но чтобы суметь человеку идти этим путем, путем следования промыслу Божьему, человек должен стараться прежде всего больше молиться. но больше имеется в виду не по объему молитвы, а по времени, которое человек должен уделять молитве. И кроме молитвы человеку необходимо прислушиваться к закону совести, который действует в каждом из нас, сверять свою жизнь заповедями христовыми, и, конечно, всегда пребывать в покаянии. А особенно, говорит Игумен Никон, каяться в малых грехах, потому что эти малые грехи постепенно приводят к большим грехам. И это переходит в навык и становится страстью в жизни человека, то есть тем препятствием, которое не дает нам приближаться к Богу. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу и продолжим наше знакомство с письмами Игумена Никона в следующих наших программах. Благословение Божие да пребывает со всеми вами! Игра 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 Сквозь шторм и бурит через сентября и и есть запада кем си Дорога здесь пролита сквозь плакату Проти дороги не дойти Как Ладога родная Ладога Недели штормы грозная волна Недаром Ладога Дорогой жизни и не знаем мы кровавая богата не счастлив скоро садон сей растут и креп силы ленинграда растут и креп каждый день Дорогой Ладога родная Ладога Недели штормы грозная волна Недаром Ладога дорогой жизни нас вода Когда пройдут года войны суровые залечат рады и холод мой народ вздохнет и песня силы новой споет о Ладоге родной Бакр Ладога родная Ладога Недели штормы грозная волна Недаром Ладога Дорогой жизни нас Недаром Ладога Редактор субтитров К.Кулак Ладога Ладога Редактор субтитров